Друзья, здравия! Сегодня у нас новая локация для записи видео. Выбрал прекрасное место такое, сейчас даже вам покажу тут множество камней. Это место мне очень напоминает Северный Кипр, где я прожил полтора года. Оно как-то вот прям даже по морю, по камням очень-очень похоже. Это место в Одессе, оно такое мало, ну не знаю, доступное, хотя находится практически в центре города, между Аркадией и пляжем Дельфин. В общем-то, дальше о главном. Сегодня прочитал про ужесточение мер 6 апреля, там пытаются нам перекрыть даже доступ к воде и к паркам, то есть ограничить посещение их. И появляется уже, как это сказать, мысль о том, что необходима собака, чтобы выгуливать ее. Но суть не в этом, суть в другом, что опять же таки людям внушают, типа якобы это для вашей безопасности, мы вас ограничим или ограничивайте сами себя. Хотя понятно, что никакой безопасности никто не думает. Если бы думали о безопасности, то не распыляли бы реагенты с самолетов, не заражали бы людей и не, ну скажем так, не заводили их в финансовое рабство. Вот очень много не, но на самом деле, я думаю, каждый понимает, что все это делается не во благо, а для контроля. То есть, чтобы ограничить людей, чтобы люди не бунтовали, не бастовали, просто сидите дома и ничего не делайте. Вот как-то так это все получается. И что еще важным моментом является то, что люди соглашаются с этим. То есть люди смирились, они понимают, ну окей, да, там еще раз говорят сидите дома, значит будем сидеть дома. Вот что нам, как говорится. То есть происходит такое, как бы, согласие, принятие. Вот, и, ну не у всех, конечно, да, кто-то, вот так же, как и я, приходит на море, кто-то загорает, купается, делает какие-то, ну, другие практики, которые помогают ему, улучшают состояние и так далее. Вот, ну, на самом деле, каждый из нас может это делать, что самое важное. Поэтому посыл этого видео в том плане, что делайте то, что вам по душе, делайте то, что вам нравится и не забывайте о самом главном, что вы можете быть осознанными, свободными и делать те вещи, которые, ну, направлены на благо для вас и для других людей. Вот, в этом плане каждый человек может делать то, что он хочет. То есть у каждого есть право на свою собственную разумность, право играть или не играть в игры, выйти из игр, которые, собственно, да, выйти из игр, которые, собственно, ему не нужны, и покинуть любую игру, в которую он не хочет сыграть. И на самом деле не принимать ложь, а распространять правду. Вот, и поэтому, друзья, давайте будем осознанными, вот, и будем направлять свое внимание на исцеление, на улучшение качества жизни, на взаимодействие, направленное во благо для каждого из нас. То есть вот такой вот мой посыл. Я практикую процессинг, одитинг. То есть это та практика, которая помогает очистить сознание, наполнить его позитивным, радостным состоянием. И просто если ничего не делать, то состояние зачастую будет ухудшаться. То есть наша цель, почему я призываю к каким-то осознаниям, действиям, потому что, если мы ничего не делаем, то, ну, как бы мы деградируем. А когда мы что-то делаем, то мы улучшаем состояние. Ну, не просто что-то, а что-то полезное, приятное, направленное на исцеление. Поэтому давайте будем это делать. Давайте будем делать то, что направлено на улучшение качества жизни и то, что помогает нам. И чем больше мы будем делать таких вещей, тем будет лучше для нас. Потому что для каждого. То есть когда мы, допустим, очищаем свое сознание, наполняемся радостью, счастьем, гармонией, то мы тем самым помогаем всему пространству в целом. Вот сегодня у нас там утренняя медитация намечается для всех такая всеобщая, по-моему, 5.45, по-моему, киевскому, московскому времени. Вот цель собрать как минимум миллион тех, кто будет участвовать, духовных существ по всему миру. Вот поэтому присоединяйтесь. Можно присоединиться в любое время, если вы там утром не проснетесь. Можно присоединиться даже во сне. Главное, создайте намерение, что вы присоединяетесь и наполняете любовью пространство. И мы разворачиваем потоки на то, чтобы мы были свободными, счастливыми и делали то, что хотим. Главное, делали во благо. Потому что если мы будем делать не во благо, будем разрушать наш дом, как мы это зачастую делаем, то останется нам только потом сожалеть о том, что мы вовремя не приняли правильное решение и не начали действовать. Поэтому процессы уже запущены, и нам сейчас нужно их перенаправить, раскрутить в другую сторону, то есть направить на созидание. То есть все разрушительные процессы мы отменяем и направляем их с любовью на созидание. Вот такой вот посыл. Поэтому присоединяйтесь к медитации. Кому необходима какая-либо помощь, поддержка, кто хочет пройти процессинг, удитинг, получить консультацию, то пишите мне в личные сообщения в Вайбере. Контакты указаны под этим видео. Вот они... Ну, то есть все мы делаем онлайн сейчас. То есть ехать там, приходить никуда не надо. Просто достаточно позвонить в Скайпе, в Вайбере, в Телеграме, в Ватсапе, любым способом. И таким образом мы можем улучшить состояние, да. То есть я помогу вам, потому что имею 20-летний опыт уже в процессинге. И сам прошел через очень сложные состояния. И в итоге вот, ну, получил определенные достижения, которые связаны с улучшением состояния. То есть больше ясности появилось, больше энергии. Постепенно я перешел на растительное сырое питание, стал делать пищевые паузы. То есть все это с повышением осознанности. Вот сейчас я посещаю море каждый день, делаю гимнастику, ходу, купаюсь. На солнышке нахожусь, то есть питаюсь солнечной энергией, праной. Ну и, конечно, сам создаю энергию. Вот очень важно понять, что мы можем быть без еды. То есть, ну, как бы, это не обязательно, но это понятно, что это возможно. И без еды, и без воды. Вот самое главное, это духовный рост, достижения. Вот, то есть и практика совершенствования. То есть, если вы будете делать какие-то практические упражнения, действия на ежедневной основе, это будет помогать вам в улучшении себя, в исцелении. Вот такой вот мой посыл. Поэтому, друзья, давайте вместе создадим намерение любви и счастья, и будем наполняться этой любовью, гармонией. То есть, не будем страдать, не будем там думать о том, как все плохо, что есть какие-то там эпидемии и тому подобное. Это, как я уже сказал, все создается для того, чтобы внушить страх. Поэтому давайте будем создавать добро, счастье, гармонию, радость, и делиться позитивными новостями, любовью со своими близкими, друзьями, и наполнять пространство счастьем. И тогда вы увидите, что все будет меняться в лучшую сторону. То есть, вы будете наблюдать изменения, потому что изменения зависят от вашей осознанности. В процессинге мы эту осознанность повышаем, убираем негативные какие-то кармические завязки, то, что мешает человеку, плохие мысли, страх, боль. И у человека вдруг просыпается любовь внутри. Он начинает осознанно относиться к себе, к друзьям, к людям. Чувствует приязнь, понимание, радость. И в таком состоянии он действует. А когда вы действуете из любви, то вы действуете действительно во благо для себя и для других. Так что, давайте будем действовать с любовью. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Если видео понравилось, ставьте «нравится». Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписчик. Включите колокольчик, как напоминание по видео. И вам будет приходить уведомление о том, что появилось новое видео. Я их выкладываю практически каждый день. Ну и, конечно же, поделитесь видео с вашими друзьями, где в соцсетях они смогут посмотреть, увидеть, тоже послушать, написать комментарии. И делайте ежедневную практику. То есть, чтобы это ни было медитация, процессинг или любая какая-то практика, как физического улучшения, так и духовного. Ну, лучше совмещать. То есть, я рекомендую что-то делать для тела, как гимнастику, какие-то физические упражнения. Быть на свежем воздухе, там, на море, на солнышке. Это очень важно. Питаться растительной, живой пищей, не подтвердивающейся кулинарной обработке. Вот. Ну и, что еще хотел бы сказать. И, конечно же, делитесь позитивом с друзьями. Наполняйте их. Радуйтесь. Живите полной жизнью. Вот так это все будет происходить. Вот. И сейчас на экране там появится еще несколько видео. Можете посмотреть. Это о процессинге, о том, как улучшать состояние. Сессия. Можете прямо взять и сделать ее. Вот. Для себя, для ваших близких. Если что-то не получается, задавайте вопросы, пишите. Я расскажу, помогу. Вот. Всего доброго, друзья. Буду рад. Напомню, меня зовут Шепченко Александр. Контакты под этим видео. Там еще две моих книги и полное описание по этому видео. Так что почитайте обязательно. Всего доброго вам и до скорой встречи.